МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну а теперь обо всем подробнее. Вчера новый прокурор Рязанской области Олег Черныш в здании областной прокуратуры встретился с местными журналистами. В рамках состоявшейся беседы он заявил о полной открытости главы регионального управления надзорного ведомства как для средств массовой информации, так и для всех жителей области. О том, какие еще вопросы задавали на этой встрече журналист Олегу Чернышу, расскажет Марина Комиссарова. Встреча с новым прокурором проходила в формате знакомства и обсуждения дальнейшего взаимодействия областной прокуратуры и средств массовой информации в освещении деятельности ведомства. Олег Черныш сразу заявил, что он публичный и открытый человек. За несколько недель, прошедших со дня назначения его прокурором, он успел пообщаться со всеми главами районов области, познакомился с работой районных прокуратур на местах. За полтора дня я по большому кругу проехал, 800 километров, пообщался со всеми главами районов, посмотрел все прокуратуры, естественно, со своими подчиненными. И вот, к сожалению, эта неделя тоже не получается. На следующей, надеюсь, проехать все остальные, посмотреть. Потихоньку, сразу в один день Москва не строилась. По словам руководителя, прокуратура области ожидает ряд перемен. Две недели прошло, как работаю, но времени нет абсолютно, поскольку, сами понимаете, нужно вникнуть в массу вопросов, в дел, и не только состояние законности в области, но и свои внутренние вопросы, и кадровые в том числе, понять, кто как работает, зачем, почему и все остальное. Поэтому времени не хватает. Олег Черныш обещал обеспечить законность на предстоящих выборах. Мы же уже не первые выборы пережили. Переживем и эти. Тем более, у нас еще через год ждут другие выборы в Государственную Думу, поэтому мы с вами все время в избирательном процессе. В Туле мы в прошлом году выборы в областную Думу прошли. Поэтому тема нам известна, понятна, знакома. Прежде всего, они должны быть открытыми, честными, порядочными. Но я вам скажу по опыту, вот предыдущие выборы, они такие были, знаете, с грязью, с непорядочностью в некоторых вопросах. Вот прошлые выборы в Тульскую областную Думу, практически от всех политических партий люди избрались. Но это было все честно, искренне и откровенно. Поэтому вот намного легче и проще прошла кампания в плане реагирования на нарушение закона. Надеюсь, что так же будет и в Рязани. Прокурор упомянул также, что в перспективе строительство новых зданий прокуратуры области и Рязанского района. Олег Черныш поблагодарил журналистов за желание сотрудничать и призвал их быть взвешенными в своих суждениях и думать в первую очередь об общем благе. А накануне только уже в здании администрации Рязани обсудили вопросы уплаты налогов. Там на брифинг пришли сотрудники налоговой службы, представители судебных приставов, а также финансово-казначейского управления городской администрации. На встрече обсуждались вопросы собираемости налогов в бюджет областного центра. В администрации Рязани обсудили вопросы уплаты налогов. Беседа была посвящена вопросам об информировании жителей Рязани по порядку уплаты имущественных налогов в текущем году. О работе межведомственной комиссии по укреплению финансовой дисциплины напомнила заместитель главы администрации Татьяна Мастюкова. При комиссии созданы две рабочие группы, которые проводят свои заседания еженедельно. Цель этой совместной работы – донести до проблемных организаций-недоимщиков, работодателей, которые занижают зарплаты своим сотрудникам, применяют серые схемы выплат, не оформляют должным образом трудовые отношения, ответственность и последствия, а также выявить причины, из-за чего все это происходит. Это своего рода диалог между бизнесом и властью. Самое главное, на что обратил внимание заместитель руководителя ОФНС России по Рязанской области Алексей Лощенов – это новый срок погашения налогов. В 2015 году срок уплаты всех налогов – 1 октября. В этом году устанавливается единый срок. Он уже установлен, мы его применили в налоговых уведомлениях, вы его увидите. Срок уплаты налогов у нас по имущественным налогам по жителям и города Рязани, и в целом Рязанской области составляет 1 октября 2015 года. Приставы также рассказали о мерах принудительного взыскания налогов. На исполнении более 336 миллионов рублей на сегодняшний день. Более 50% исполнительных документов уже отработано по городу Рязани – это 5200. В настоящий момент в бюджет уже перечислено более 40 миллионов. Бывают такие случаи, что гражданин ни разу не получал налоговое уведомление, хотя долгое время владеет квартирой или автомобилем, или земельным участком, а то и всем этим. С этого года он обязан сообщить налоговым органам о своей собственности. Если он это сделает, то для него будет введена льгота. Сообщивший о наличии у него собственности, налоги заплатит за один только 2014 год, даже если квартира у него во владении 25 лет. Сегодня вступили в силу изменения в правила дорожного движения. Причем они коснутся не только автовладельцев, но и пешеходов, а также пассажиров общественного транспорта. Но, пожалуй, самым главным нововведением является уголовная ответственность для водителей, которые повторно попадутся за езду в пьяном виде. Но есть и еще новшества. Так водителям разрешили самостоятельно оформлять мелкие ДТП. Подробнее о вступивших в силу изменений ПДД смотрите в следующем видеоматериале. Во-первых, это уголовное наказание за повторную пьянку за рулем. Теперь пьяные водители смогут лишиться не только водительских удостоверений, но и свободы на срок до двух лет. При этом прав водитель лишится на срок до трех лет. Даже если срок действия первого наказания за нетрезвую езду истек, но с этого момента не прошло года, этот случай тоже попадает под действие нового пункта, и нарушитель рискует отправиться в колонию. Теперь за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена не административная ответственность, а уголовная. Вплоть до лишения свободы до двух лет. Еще одно нововведение в законе – европротокол. Самостоятельное оформление аварии, если нет пострадавших, а ущерб в пределах 50 тысяч. Также, если участников аварии только двое, если у обоих есть полис и ОСАГО, то стоять и ждать ГАИ запрещено. Можно вообще не вызывать сотрудников полиции, разобраться на месте, кто нарушил, и если один из них готов выплатить сумму потерпевшей стороне, то можно об этом договориться и разойтись. Второй вариант – это заполнить извещение, которое прилагается к полису ОСАГО, и прибыть уже в страховую компанию. При этом, конечно же, необходимо будет зафиксировать на фото и видео подробности этого ДТП. расположение автомобилей на проезжей части и, желательно, конечно, элементы дорожной инфраструктуры. Это наличие перекрестка, светофорного объекта, пешеходного перехода и, конечно же, знаки и разметку. И третий вариант – это уже самим составить схему произошедшего, опять же, на фото и видео зафиксировать положение транспортных средств и прибыть для оформления ДТП в подразделение ГИБДД либо на ближайший пост. Такая бумага содержит 15 пунктов, в которых надо указать имена участников ДТП, модели машин, номера удостоверений, номера страховых полисов, номер свидетельства о регистрации, а также 17-значный номер кузова. Ну и нарисовать схему ДТП. Ошибаться нигде нельзя, иначе получите отказ в выплате. Это не единственная причина отказа. Отказать могут и в том случае, если полис одного из участников ДТП поддельный. Также участники должны сфотографировать место происшествия, заполнить бланки страховой и разъехаться. При этом освободить проезжую часть водители должны как можно скорее, иначе штраф 1000 рублей. Не до конца ясно, что делать, если не все участники согласились, кто виноват в аварии, а также если водитель даже примерно не представляет, сколько будет стоить ремонт их машин. Также, согласно новым изменениям, пешеходы обязаны будут носить светоотражающие элементы на своей одежде. Светоотражающие элементы могут быть выполнены совершенно в различных формах. Браслеты, значки, подвески, жилетки, термонаклейки. Можно даже использовать фонарь. Главное, чтобы вас видел водитель, если вы пешеход. Данное требование будет распространяться не на всех, а на тех пешеходов, которые передвигаются по обочине или краю проезжей части в темное время суток вне населенного пункта. А теперь к происшествиям. Сегодня рано утром в 3 часа утра на пульт дежурных служб города стали поступать сообщения о заминировании скорого поезда «Москва-Новороссийск», который остановился на вокзале «Рязань-2». Сотрудники специальных служб оперативно прибыли на место. Они эвакуировали припаркованные автомобили с привокзальной площади, а также пассажиров поезда. Впрочем, после осмотра генологами поезд продолжил движение до «Новороссийска». И еще о происшествиях. Вчера днем в Рыбновском районе на участке трассы «Москва-Челябинск» произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. В результате лобового столкновения с грузовиком погиб водитель легкового автомобиля. Днем 30 июня в Рыбновском районе произошло страшное ДТП. 25-летний молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ-2112, двигаясь по трассе М5 «Урал» в сторону столицы, не справился с управлением и выехал навстречу, где совершил столкновение с грузовым автомобилем «Скания» под управлением 44-летнего жителя Псковской области. После этого «Двенашка» отлетела в еще один грузовой автомобиль «Скания», которым управлял 37-летний житель Псковской области. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Как сообщают сотрудники госавтоинспекции, погибший молодой человек любил полихачить и неоднократно задерживался автополицейскими за превышение скорости. Аризанские наркополицейские сообщили, что им удалось изъять у распространителей более 5 килограммов марихуаны. Оперативники госнаркоконтроля провели сразу несколько успешных изъятий Дурмана в рамках операции МАК-2015. Сотрудники ОФСКН России по Рязанской области в рамках проведения операции МАК-2015 осуществили 4 значительных изъятия марихуаны. Суммарно из незаконного оборота выведено около 5 килограммов наркотического средства. К 18 июня сотрудники Скопинского межрайонного отдела наркоконтроля, отрабатывая полученную оперативную информацию, в поселке Синь Промского района задержали 24-летнего местного жителя и при личном досмотре изъяли у него пакет с килограммом марихуаны. 21 июня в ходе проведения оперативно-развестных мероприятий на Охском проезде в Рязани был задержан 20-летний неработающий молодой человек, ранее неоднократно попадавший в поле зрения наркополицейских. Подозреваемый также имел при себе ручную кладь с каннабисом более килограмма. 24 июня при аналогичных обстоятельствах сотрудники наркоконтроля задержали другого жителя областного центра 24-х лет без определенных занятий. У него изъята сумка с марихуаны 1 килограмм 300 грамм, с которой подозреваемый прибыл из сельской местности. По указанным фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса России. Это незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере. Максимальное наказание до 10 лет лишения свободы. 24 июня в селе Павелец-1 рядом с железнодорожным вокзалом скопинские наркополицейские задержали 17-летнего, учащегося одного из колледжей региона, который намеревался перевести пакет с марихуаной массой 1 килограмм 450 грамм. Материал проверки готовится к передаче в подразделение Следственного комитета России по Рязанской области. Также в отношении юноши будут предприняты меры воспитательного характера. Сообщить о лицах, распространяющих наркотики, и адреса наркопритонов можно по телефону доверия 8 800 157 67 или обратиться в УФСКН России по Рязанской области по адресу город Рязань, улица Дзержинского, дом 12. Конфиденциальность гарантируется. К другим темам. В нынешнем году в рамках всероссийской акции «Горячее сердце» продолжился поиск юношей и девушек, кто в году в прошедшем совершили отважные, мужественные, а порой и героические поступки. По итогам этой общественной акции проводится вручение нагрудного знака «Горячее сердце». Например, сегодня медаль получил петелинский школьник Сергей Сморчков, который в прошлом ноябре помог спасти жизни двум рыбакам. Сергей Сморчков – скромный паренек неполных 14 лет, родом с Петелинского района. На деле оказался настоящим героем. В ноябре прошлого года он спас двух взрослых мужчин, провалившихся под лед. Услышал хруст. Оборачиваюсь, а там в воде мужчина. На помощь шел еще опять мужчина. Он лег на лед, и он тоже провалился. Потом мне отрезали два конца веревки. Какая визжала, один потерял. И мне осталось только один конец веревки. Я лег на лед, кидал мужчине, который провалился второй. Потом я вытащил, подтащил к берегу. И потом какой-то мужчина дал веревку уже толще, и мы вытащили первого мужчину. Конечно, я его отругала. Все было. Но сейчас я уже, конечно, горжусь своим сыном. И сегодня в Министерстве образования Рязанской области юному смельчаку вручили знак «Горячее сердце», которым награждаются дети и молодые люди, которые не растерялись в экстренной ситуации и совершили героический и мужественный поступок. Пришли на помощь людям. Позвольте мне вручить Сергею диплом «Горячее сердце» и нагрудные знаки, а также удостоверение Всероссийской государственно-общественной инициативы «Горячее сердце». И Сергей в числе других ребят, удостоверенных этого звания, занесет книгу «Почета». Значит, «Горячее сердце», которая издана Фондом социально-культурных инициатив. Сегодня также Сережа вручается. В повседневной жизни Сергей скромный человек. Хорошо учится в школе, занимается музыкой. Друзья и товарищи относятся к нему уважительно. Спасти жизни сразу двух людей, рискуя собственной. Только вдумайтесь в эти слова. Такой поступок, безусловно, выше всяких похвал. Ну а теперь о погоде. Вплоть до конца недели, как сообщают синоптики, она в областном центре не обещает радовать горожан солнечными днями. Минувшие выходные значительно пополнили месячную сумму осадков в нашем регионе. А погода напоминала тропики. Душно, влажно и неустойчиво. Неустойчивая погода сохранилась и в начале рабочей недели. Солнце почти не появляется из-за облаков. Временами продолжают идти дожди, а температура воздуха значительно понизилась. Синоптики обещают, что в ближайшие дни сильных и продолжительных дождей не ожидается. Но совсем без них не обойдется. А температура воздуха продержится на умеренных для лета значениях. 2-3 июля ожидается переменная облачность, небольшой дождь местами умеренной. Температура воздуха ночью 2 июля 10-15 градусов, в Рязани 12-14. Днем без изменений 19-24 по области, в Рязани 22-24. 3-го июля чуть пониже, ночью всего лишь 7-12 градусов тепла, в Рязани 10-12, а вот днем 15-20, в Рязани всего лишь 16-18 градусов. В выходные ожидается небольшое повышение температуры и погода обещает быть вполне комфортной. И несмотря на то, что все мы с нетерпением ждем возвращения лета в самом прекрасном смысле этого слова, с ласковым солнышком и теплым ветерком, но купаться и назагораться еще успеем, ведь впереди еще целых два месяца. Ну а пока стоит воспользоваться моментом и с не меньшим удовольствием передохнуть от жары. И на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии станет начальник Рязанского почтамта Ольга Дворецкова. И речь в беседе пойдет о подготовке к празднованию Дня Почты. А на сегодня с новостями это все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители города! С 1 июля 2015 года вступят в силу новые тарифы на электроэнергию, поставляемую населению. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии. Телефон для справок 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова